Ребята, всем привет! И сегодня необычное утро. Я, наконец-то, еду в Бостон. Я не была в Бостоне, наверное, года два, потому что коронавирус и вся эта эпидемия. У меня, наконец-то, есть шанс прилично одеться и быть в цивилизации. Я реально уже малость озверела, но теперь мы выходим в центр, в люди. И сейчас я заезжаю за моей подругой Ирой. Она у меня самая лучшая, незаменимая. И мы поедем далеко-далеко. И вот мы уже в Бостоне. Традиционно мы припарковались на окраине Бостона и воспользовались услугами метро. Я очень люблю бостонское метро. Бостонское метро – одно из самых старейших метров мира. А это метро, где мы сейчас сидим, – это новая линия, поэтому она выглядит довольно так современно. И у них даже такие настоящие современные поезда. Но когда мы поедем в центр, то я покажу вам именно такое старинное-старинное метро. И еще, в отличие от московского метро, бостонское метро, не такое глубокое. И очень много метро занимает на поверхности земли. То есть вы видите станции, вы видите дома. Это уже... А, и вот мы уже здесь, в старинном отсеке метро. Вы видите, намного такие более маленькие поезда. И сами станции тоже такие довольно престарелые. Что мне здесь нравится, что здесь неглубокие рельсы, и я не боюсь туда упасть, как в новом отсеке метро. И вот мы едем в музей. Мы сделали пересадку на Парк-стрит. И вот мы уже в таком стареньком вагончике. Он совершенно отличается от новых. И мы подъезжаем к очень известному, всемирно известному музею. Это Бастон Музей оф Файн Арт. Мы решили сегодня туда доехать, потому что я просто без ума люблю этот музей. Там очень много интересного. Его, конечно, невозможно обойти за один день. Вот он такой огромный, просто невероятно огромный. Но я постараюсь вам все показать в сжатой форме. И если вас что-то заинтересует, вы можете всегда остановить кадры, прочитать, если вы что-то хотите прочитать. Я буквально так, обзорно пробегу к музею. Смотрите, какая необыкновенная штуки энцефель. И постараюсь рассказать вам только самое все интересное. Конечно, уходы были необыкновенные орхидеи. И первым делом мы отправились в зал музыкальных инструментов. Не знаю почему, но музыкальные инструменты меня всегда очень завораживают. Просто такое обилие, такое разнообразие. Многие инструменты я даже не видела. Так, это просто картина. Я даже не на ничего такого о картине просто вам засняла. Она мне очень понравилась. И дальше мы проходим просто по шикарным стеллажам инструментов. Не знаю, если кто среди моих зрителей любит музыкальные инструменты, но я нашла это интересным. Смотрите, вы когда-нибудь видели такую украшенную трубу? Я не знаю, как называется этот инструмент. И еще раз повторюсь, что я абсолютно дилетант. Но мне просто нравится, как выглядит инструмент. Гармошки, балалайки. Смотрите, какая гармонь. Она половинчатая какая-то. Дальше идут кусли, струнные инструменты. Которых я тоже ни разу в жизни не видела. Смотрите, какая декорация. Просто балалайка. Все узнали. Да, она тоже у нас в музее. Тут какие-то тройные гитары. Муайные. Я ни разу не видела, чтобы кто-то играл на подобных инструментах. Но вот они такие есть. И вот здесь абсолютно экзотика. Это индийские инструменты. Играют у них только в Индии. Я ни разу не была в Индии. Поэтому я даже не представляю, как они могут звучать. Смотрите. И после музыкальных инструментов мы пошли смотреть на гвоздь программы. Это рубиновый брошь. Она из 18-каратного золота и очень больших рубинов. Про нее даже показывали кино на стене. Она абсолютно бесподобна. Вот небольшая эта история о броши. И она такая очень... Она двигается. Она не вот прям такая. На одном месте застыла. И музей был очень горд, что приобрел этот музей, эту брошь. По-моему, ему музею подарили эту брошь. И это теперь просто необыкновенная красота, которую могут любоваться все люди, которые посещают этот музей. И дальше мы не могли пропустить наш любимый отдел музея. Это египетская история. Тут я много комментировать не буду. Просто там могу посмотреть, что тут есть. Но скажу сразу, это очень вдохновляющая коллекция. И там даже есть живые, не живые, настоящие мумии. Майшие украшения. Я, как бывший ювелир-дизайнер, всегда смотрю на украшения, как они были изготовлены. Мне это всегда очень интересно. И каждый раз, когда я сюда прихожу, у меня всегда в голове мысль, что все вот эти египетские артефекты мы видели только в учебниках. И я никогда не могла представить, что я могу прийти и посмотреть вживую, как это на самом деле выглядит. Это просто неповторимые чувства. Обожаю приходить сюда и читать, и смотреть все экземпляры на выставке. Слушай, а ты знаешь, кто? Это вообще была ситуация такой, что это вот боги огромные, а это они защищают обычных людей. То есть это настоящие люди, а это такие были гиганты, потому что была эра гигантов. И вот они это все сделали. И дальше мы пошли в зал с мумиями. И когда я увидела вот эту первую мумию, у меня реально возник испуг. То есть у меня внутри было такое состояние, что к ней нельзя подходить. То есть была какая-то такая атмосфера, чего-то запретного. Я до сих пор не могу объяснить, почему были такие чувства. Но эмоциональная перемена была очень заметна. И дальше я не могла пропустить этот дисплей. И здесь вы видите первые самые накладные ногти. Смотрите, в Египте они были из золота. До сих пор сохранились. Прикольно, а? А у нас больше и золота ногти не делают. И дальше мы отправились, как вы уже, наверное, догадались, это Гомер. Это у нас Римская империя, период Римской империи. И все артефекты у нас из Римской империи. Это уже совершенно другое настроение, другие эмоции, другие чувства. И в отличие от других залов, в этом зале было так тихо, что мы интуитивно говорили шепотом. Прямо было даже неудобно говорить вслух. И вот человек с третьим глазом. Наверное, настоящий йог. Шутка, конечно. Вазы прямо точно, как в исторических учебниках. И дальше мы увидели вот эту картину современного искусства. И я подумала, что я расскажу своему сыну, потому что он рисует именно так. И дальше мы пошли в небольшой ресторанчик, потому что был уже ланч. И мы прямо очень были голодны. Смотрите, вот это дерево, оно сделано из стеклянных таких сосулек. И после ланча мы отправились на выставку Тернера. Это была специальная выставка. Она именно приехала сейчас. Она здесь постоянно не бывает. И Уильям Тернер, по-моему, это Уильям Тернер, он рисовал времена Наполеонской войны. Это была самая знаменитая его тематика Наполеонская война. И скажу честно, одна картина меня вдохновила больше всего. Сейчас я вам её покажу. Когда я её увидела, я подумала, что, боже мой, тогда была Наполеонская война, а сейчас не Наполеонская война, но она по-прежнему актуальна. Вот эта картина. И смотрите, там вдали идёт сражение, идёт битва, но по краям этого сражения идёт просто жизнь. Вы видите олени на полянке. И я подумала, что, да, даже если идёт что-то ужасное, то это ужасное, оно просто локально. За границами этого ужасного продолжается жизнь. Неважно что, неважно как. И всегда есть такие моменты, где тихо и уютно. И жизнь, она никогда не прекратится. И небольшой интересный факт. Музей, как мы знаем, очень либеральные места. И я здесь заметила очень интересную фишку. Обратите внимание на надпись туалета. Она для мужчин, женщин и среднего рода. Ну, то есть, вы меня поняли, да? Для трёх вариантов людей. Хотя даже для шести, наверное. Для инвалидов, детей и попить. Только в музеях вы можете найти шесть разных туалетов. Прикольно. А вот эта вот цветочная экспозиция меня так вдохновила, что я решила взять класс оформлений цветов. И дальше мы пошли просто в европейский отсек музея. Здесь очень красивая выставка искусства Европы средних веков. И, моё внимание, привыкла вот эта вот чаша. Такое вы можете видеть только в музеях, потому что изготовление из слоновой кости уже запрещено. И это струсиное яйцо. Вы можете поверить, какое оно огромное. Целый такой чайчик из струсиного яйца. Это Аболони ракушка. Очень большая. Из неё очень много делают ювелирных изделий. Она просто нереально красивая. И дальше зал американского искусства. Это, наверное, уже узнаваемо. Вот эта картина мне очень понравилась. Такая красивая. Золотой волосипед. Но где ещё, как не в Америке. И дальше пошла Азия. Я занимаюсь йогой, поэтому мне очень интересно увидеть различные мудры старейших. И дальше я даже пыталась повторить мудры, потому что если вы стоите рядом и повторите мудру вот именно этого бога, что перед вами, то вы реально почувствуете вибрацию. И дальше мы снова попали в зал европейского искусства. Картина абсолютно бесподобная. И тут тоже была одна картина, которая меня очень заинтриговала. Это картина, показывающая три жизни. То есть это небесная жизнь. Вот эта картина. Небесная жизнь, земная и подземная. И здесь я заметила одну повторяющуюся вещь, что неважно в какой жизни, но везде присутствуют музыкальные инструменты. То есть как бы развлекаться всем хочется, и музыку любят все. Я не знаю, у меня такая ассоциация получилась с этой картиной. Вот эту картину я уверена, что я видела в Лугвре. Там была практически одинаковая картина, которая именно так изображала Лугвр. Там были все работы, которые собраны в Лугвре. Я когда увидела эту картину, я сразу подумала, что я уже ее видела. Не знаю, если кто-то мне может сказать, я права или нет, но я полностью уверена, что она была в Лугвре. В этом зале атмосфера была более живая, и все хотели посидеть на этой кровати. Но, конечно, это нельзя, потому что это же историческая кровать. И вот знаменитая скрипка Страдивари. Италия, 1644 год. И дальше были картины с едой. Я бы вот не хотела такую картину дома, потому что я была бы все время голодная. Но искусство есть искусство. И вы все уже, наверное, узнали эту знаменитую картину Моне. Небольшая история о ней. И на этом наш поход закончился. Вот такой замечательный музей. И мы, конечно, не могли не погулять немножко. Это наш знаменитый Норвистен Юниверсити. В Бостоне. Очень красивое место. И вообще Бостон подготавливают к открытию туристического сезона. Это обычно летом. И все просто нереально чисто, нереально красиво. Это вообще не передать словами. Затем мы не могли не пойти на деревья. Мы пошли в торговый центр. Капли Плейс. Тоже очень красиво. Красивые рестораны, магазины. И потом мы пошли в центральный парк Бостона. Здесь невероятно красиво. Ну, здесь везде красиво. Но здесь очень приятно гулять. Обычно здесь всегда нагитно баг. Нет, это, по-моему, боксерчик маленький. В этом парке обычно всегда живая музыка играет. Музыкант. А вот он на мосту как раз. Атмосфера просто волшебная. И на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Желаю всем хорошего настроения. И до скорых встреч. И до встречи. Музыкант. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok